Итальянские издатели уже присутствовали на московской книжной ярмарке в прошлые годы. Но тот факт, что мы празднуем наше присутствие настолько официальное, настолько значительным образом, дают нам хорошую возможность. Потому что это дает возможность для сближения двух культур и дает возможность понять, чем характеризуется издательская отрасль, издательская система двух стран. А также это возможность установить отношения между издателями, которые являются фундаментальным фактором развития издательского рынка. И конечно мы с вами живем в технологическую эпоху, когда культурные обмена и обмен профессиональный между издателями осуществляется с помощью интернета и других технических новин. Но поверьте мне, когда мы садимся друг против друга за столом переговоров и говорим о книгах, это все-таки лучший способ даже не столько заключить какие-то сделки, сколько услышать друг друга, поделиться идеями и прийти к какому-то общему результату. Поэтому взаимный обмен на уровне культуры, на уровне отношений, это фундаментальный фактор развития отношений между двумя странами. Я уверена, что после этой книжной ярмарки отношения между итальянскими и русскими книгоиздателями станут намного более интенсивными. И я вот надеюсь, что то обещание, которое просвучало на культуре и ярмарке из уст посла Италии в Россию, Антонио Занар Диланди, И именно, что в следующие четыре года взаимный обмен правами между итальянскими и русскими книгоиздателями вырастет в четыре раза, я надеюсь, что благодаря вот этой возможности быть вместе, это обещание может стать реальностью. И в завершение я хотел бы поблагодарить всех тех, кто сделал возможным наше участие на этой ярмарке. И что действительно вот наше присутствие столь позитивное, столь многочисленное на этой ярмарке. И, прежде всего, это посольство Италии, Москва, Россия. И, прежде всего, это посольство Италии, Москва, Россия. Которое, несмотря на те скромные слова, сказанные господином послом на открытии ярмарки, тем не менее, внесло очень большой вклад в организацию этого события. И, прежде всего, Италии, Москва, Россия, которые очень близко к сердцу восприняли организацию нашего участия в книжные ярмарки и которые очень старались решить любую возникающую по ходу проблему. Но также стоит упомянуть все те организации, которые внесли экономический вклад, и об этом тоже стоит помнить в организацию всего этого события. Спасибо всем. Надеюсь, что вас ждет большое развлечение в программе «Ярт». Спасибо, Марко Полило. Итак, мы, как слышали, четыре – это волшебное слово. Четыре раза – это вызов. Так попробуем ответить этому издательскому вызову. Так, продолжаем наш праздник. Продолжаем с чтением. Сейчас будет чтение поэмы Патриция Кавалли. И где она? Патриция Кавалли и будет профессор Евгений Солонович. Кавалли и будет профессор Евгений Солонович. Где они? А, вот. Профессор, пожалуйста. Я прошу прощения. Конечно. Да. Маленький перерыв и потом начинаем. Маленький перерыв и потом. Главное, чтобы я потом. Да, да. Маленький перерыв. bakayım. Вы погнёте их біль, поизда,leh vêem. Расчалю выяс출я... Голосуй за второй, предметкий срок. Миссии Антошиу Ведведева всегда. Холосуй за второй, предметкий срок. Миссии Антошиу Ведведева, сегодня голос свой за второй, предметкий срок. Дмитрий Андреевич Бедведев Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Дима Торзок 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 Дмитрий Аппочев, Медведев. Вышли Матералы, Ордена, Медали. Самый прогрессивный. Снимай, Вовка. Вовка рядом стоит со Степашевым. Снимай. Григорьеву, Григорьеву подойдем. Говорим, Григорьеву. Господин Григорьев, можно с вами засняться? Митрий, вы просите вас собираться в детский срок. Вы на 8 недель, вы просите, в 1, 2, 2, 3, 4. Григорьев, Григорьев, Григорьев. Григорьев, Григорьев, Григорьев. Григорьев, Григорьев. С той стороны, зайди, снимай. У меня и Вовку снимай. С той стороны, стой.